Файт Кэмп Реалити, первое реалити-шоу об ММА. 16 альфа-самцов в одном здании. На кону 5 миллионов, и каждый из этих монстров заряжен на победу. Но останется только один. Смотри по ссылке в закрепленном комментарии и в описании. Посмотреть полные бои ты сможешь на сайте ASEA и в их соцсетях. Ссылка на все в описании. Полутяжелый вес Дмитрия Микутца и Мурат Гугов в клетке. Погнали. Гугов занял центр клетки и начал активно работать с передней руки. А дальше почти сразу прошел в одну ногу и быстренько стянул вниз соперника. Забрал спину Дмитрия, но Микутца постоянно старается встать на ноги и движется к клетке. В таком ключе проходил поединок. Раз за разом Гугов стягивал на канвас соперника, а Микутца старался подняться и не дать сотворить что-то опасное Мурату. Полное доминирование от Гугова в раунде. Шесть раз к ряду уже смог уронить своего соперника Мурат. И с последним тейкдауном полетел вперед Гугов, начал добивать соперника. Отдал спину Дмитрия и начал душить Гугов, но смог защитить себя Микутца и с большим трудом так дотерпел до сирены, дойдя таки до второго раунда. Второй отрезок снова с давления начал Мурат, раз за разом донося свои панчи по голове Дмитрия. Микутца, кажется, не восстановился после тяжелого первого раунда и уже не так быстро на руках. Темп боя диктовал Гугов, и как только он захотел, то бой тут же перешел в горизонтальное положение. А произошло это в середине раунда. В топ-позиции Мурат начал работать активно, накидывая средние тяжести удары. А дальше попытка удушения в онфлю была от Гугова, но вытерпел Микутца и снова позиция сверху для Мурата, откуда полетели жесткие локти по Дмитрию. Чтобы выбраться из этой тяжелой ситуации, рискнул Дмитрий и отдал спину. И это принесло плоды. Поднялся на ноги Микутца и раунд закончил на ногах, прижавшись спиной к сетке. В финальной пятиминутке Дмитрия спасет лишь финиш, но кажется, сил на это уже не осталось, посмотрим. Пытался оживиться Микутца, но Гугов хорошо встречал и раз за разом проводил контратаки в ответ на выпады Дмитрия. И в одном из подобных эпизодов контратакой от Гугова стал резкий проход в ноги. И это был восьмой тейкдаун в бою, а дальше в граунд энд паунд начал Гугов колотить по Дмитрию кулаками и локтями. Но Дмитрий в который раз отдал спину, чтобы попытаться подняться, однако сконтрил Гугов и вышел на ручной треугольник. Терпел Дмитрий до последнего, но РФ все-таки решил остановить поединок и констатировал победу Мурата Гугова с Абмишином в третьем раунде. Хорош, Мурат, и респект Дмитрию за стойкость. По-братски не поленись, лайк, дизлайк, коммент, подписка, просто прояви активность. Остальные бои по ссылке в описании. Посмотреть полные бои ты сможешь на сайте ACA и в их соцсетях, ссылка на все в описании.